Когда-то мой отец во время Советского Союза отправился на заработки в Сибирь, на лесоповал. Туда многие ехали, в то время там платили хорошие деньги. Кто-то ехал заработать себе на машину, кто-то на квартиру, а кто-то просто обеспечить свою семью на безбедную жизнь. Там он познакомился с одним из местных парней, Макаром. Вместе работали в лесу, на лесоповале, а свободное время проводили в здешнем клубе. Одним словом, дружили. Но через три года отец вернулся домой, в Москву. В начале 90-х Макар заехал к отцу в Москве, куда приезжал на экологическую конференцию. Он уже работал в Алтайском крае в управлении лесного хозяйства. Они встретились, разговорились, как жизнь, как дела. И тут отец увидел, что у Макара нет кисти правой руки, вместо нее протез в черной перчатке. Он спросил, а что у тебя случилось с рукой. И тогда Макар поведал ему вот такую историю про себя. Когда ты уехал, года через три к нам в село приехал один из богатеньких, так называемых деловых людей. Восстановил колхоз, накупил сельхоз техники, мелкого и крупного рогатого скота, и потекла умеренная жизнь. Мы все шли к нему работать за небольшой, но стабильный заработок. Он был вредный, но все терпели его. Деваться было некуда. Как-то у него стал пропадать скот. Ну и, конечно, все это свалили на волков. А кто же еще это может делать, взбешенно говорил он. Собрал народ и предложил отстреливать волков. За каждую голову обещал хорошо платить. Ну и, понятное дело, люди согласились. Все охотники собрались на сход и договорились, кто где будет охотиться на волков. Наша группа охотников встала на рассвете, собралась и отправилась в путь, в тайгу. День начался удачно. С утра подстрелили несколько волков и решили маленько передохнуть. Вдруг недалеко от нас из-за больших камней перед нами появился большой волк, а вернее волчица. Она оскалилась, зарычала на нас, но почему-то не убежала, и нам это показалось странным. Один из охотников, недолго думая, выстрелил и убил волчицу на повал. Туши волков решили собрать на обратном пути, когда закончили охоту. Когда вернулись к нашему привалу, от увиденного там я встал, как вкопанный, не мог слова сказать. Двое волчат сосали грудь этой мертвой волчицы. Я не успел опомниться, как раздался выстрел дробовика, и маленькие волчата упали на месте замертво. Тоже головы, сказали охотники. Один из волчат еще дышал. Я взял его на руки, он посмотрел мне в глаза, потом закрыл их, и его сердечко перестало биться. Вы зачем это сделали? Это же детеныши! Закричал я. На меня накатила истерика, я просто обезумел. Не троньте их, иначе я за себя не ручаюсь. Хорошо, мы пошли, а ты оставайся с ними, сказали мужики. Забрали другие туши волков, уложили их на сани и уехали. А я потом долго плакал над убитыми волчатами и волчицей и думал, зачем все это? Выкопал у большого камня яму и похоронил их всех вместе. Уже начало темнеть, и я отправился домой. Прошло время, я постепенно начал забывать об этом случае. Как говорится, время лечит. Но на волчью охоту я больше не ходил. Я решил для себя, что стану егерем. Закончил институт лесного хозяйства и с тех пор работал егерем. Прошло несколько лет. Я, как всегда, отправился в обход лесных угодий. День подходил к концу, вечерело. Немного передохнув на заимке, я собрался идти домой в поселок. И уже в пути меня застала снежная буря такой силы, что куда ни глянь, ничего не видно. Холодный ветер пронизывал до костей, ничего не оставалось, как идти домой наугад. Иначе замерзну от переохлаждения, подумал я. Спустя некоторое время я понял, что окончательно заблудился. Силы идти дальше не было. Я не чувствовал ни рук, ни ног. Тогда я присел на снег и прислонился к дереву, прикрыл глаза от холодного жгучего ветра и снега. Спустя время буря прекратилась. Луна осветила леса и большой и высокий холм. Когда я открыл глаза и глянул вдаль на холм, то увидел, что оттуда спускается в мою сторону целая стая волков. Ружье взять и зарядить я уже просто не мог. Руки от холода деревенели, занемели, и я со страхом подумал. Но вот, Макар, к тебе и смерть пришла. Нежданно и негаданно. И тут же я потерял сознание. А чуть позже почувствовал, что мне становится тепло и в то же время очень больно. Почему-то по всему телу, с ног до головы. Видимо, мороз выходил из меня. Мне стало очень тяжело дышать. Я открыл глаза и в большом для себя изумлении увидел, что волки облепили меня со всех сторон. Слева, справа, со стороны ног. Один улегся на меня сверху, и я наконец понял, что волки не убивать меня пришли, а спасти меня, беспомощного, от лютого мороза. И, находясь в каком-то полусознании, разморенный от тепла, уснул. Когда проснулся, уже светло. Поглядел кругом, никаких волков уже не было. Только вокруг меня множество их следов. И вдруг я услышал крики мужиков. Они искали меня. Кое-как я поднялся и пошел к ним навстречу. Вот тогда-то я и потерял кисть руки, отморозил ее. Но мою жизнь волки все же спасли. А почему они меня спасли, это загадка. И с тех пор у меня всецело изменилось мировоззрение насчет диких животных, и я решил посвятить свою жизнь охране окружающей природы и дикому миру зверей. Вот такая удивительная история.